Я очень рада, что вы все пришли сюда. Мы для вас приготовили такую специальную программу. Нам хотелось побольше с вами познакомиться, и чтобы вы с вами познакомились. Поэтому мы позвали и наших профессоров, кто-то, да, видят, там, в долге сидит. Да, и, конечно, он идет у нас финансовый аккаунтинг. И наших выпускников, и наших студентов, чтобы мы как бы пообщались, мы бы задавали вопросы всем. И, в общем, идея этого мероприятия познакомиться. Так что спрашивайте, задавайте вопросы. И, мне кажется, это как бы самое важное. Вот. Ну, я забыла представить. Наверное, вы все знаете, меня зовут Анна Бежаева. Я являюсь профессором финансов Российской экономической школы. И заодно руковожу это у меня программой, собственно, о которой мы сегодня с вами поговорим. Так. В принципе... Это у меня почему-то не меняется. Было бы нормально. Да, так вот. Ну, собственно, в начале... У нас вообще программа такая. У нас запланировано выступление Давида, выступление выпускников и студентов. И я в начале несколько слов скажу как раз про программу. Собственно, программа «Мастер финансов» — миф. Это бизнес-программа Российской экономической школы для тех, кому интересны современные финансы и кто хотел бы совмещать образование с полноценной работой. И миф — это часть большой программы. Это онлайн программ, который состоит из шести основных базовых курсов программ «Мастер финансов». Собственно, кто вообще... Наверное, один из плюсов такой нашей программы в том, что на программу приходит очень много учиться интересных людей абсолютно из разных компаний, из разных сфер. Но если так вот разделить вообще, кто обычно приходит к нам? Ну, можно сказать так, что, во-первых, у нас учится достаточно много людей, которые уже работают в финансовой индустрии, но которым, может быть, не хватает каких-то дополнительных знаний. Или они как-то хотят расширить кругозор свой, потому что когда вы работаете, вы обычно работаете в своем отделе, и вы не видите вот всех финансов. По-моему, финансы — это очень широкая-широкая область. То есть таких люди к нам приходят. К нам приходят люди тоже, которые, например, может быть, опять же, работают в финансовой области, но которые считают, что им... чувствуют, что им не хватает какого-то фундамента, базы. То есть, например, это могут быть люди, которые, например, пришли работать в банке, или, там, не знаю, свистеха, или еще, в которых не было такого полноценного финансового образования. И в этом случае программа позволяет как-то систематизировать все знания и построить вот этот вот какой-то надежный такой фундамент. Вот. Ну и так же к нам приходят люди вообще не из финансовой индустрии, а те, которые, например, хотят как-то вообще поменять свою карьеру и начать что-то делать в финансах, например, вот из IT. Это быстрее. IT-шники часто как-то понимают, что, в принципе, очень много возможностей есть на пересечении IT и финансов. Вот. И эта же программа, в принципе, дает возможность как бы познакомиться с финансами, найти самую интересную для себя нишу, вот, познакомиться с людьми, получить много контактов. И, наверное, то есть вот это, наверное, три таких основных группы людей, которые к нам приходят. Но все истории очень разные. И сегодня мы как раз послушаем тоже наших студентов-выпускников, они расскажут нам свои истории. Вот. Все абсолютно разные, но все очень интересные люди и как бы со всеми интересно общаться. Я сказала, что миф и мини-миф – это, соответственно, программы, которые очень удобно совмещать с работой. То есть миф – это вечерняя программа. И у нас, по сути, все сделано для того, чтобы можно было полноценно совмещать обучение с работой. То есть у нас занятия проходят здесь, вечером, обычно. Ну, ровно как сейчас, 7-10 кг. Вот. Или по субботам. У нас занятия не в Сколково, где она самая раньше находится, потому что туда достаточно сложно приезжать. Вот. А здесь как бы специально выбрали это место, чтобы всем было удобно с работой, заверять сюда и потом ехать на море. Вот. В принципе, все занятия у нас идут в таком гибридном формате. То есть вы можете, если вам удобно, вы приезжаете сюда, здесь слушаете занятия. А если у вас вдруг какая-то оказалась какая-то командировка, вы не можете приехать, вы можете онлайн тоже получиться занятия. То есть это, в принципе, тоже удобно, так как комбинировать. Обычно у нас программа 2 года, но если вы, например, начинаете понимать, что вы очень сильно загружены на работе, вы можете растянуть образование свое на 3-4 года. Вот. Или наоборот. У нас есть некоторые, кто хочет закончить программу за год. Вот. Сегодня один из наших студентов, Михаил, я же должен подойти, он в этом году планирует за один год заполучить программу. Не знаю, посмотрим, да, с вверх. Что еще? Ну, по языку обучения, большая часть, то есть все материалы у нас в основном на английском, все обучение практически на русском, но есть занятия на английском. И вот сегодня, да, это у нас тоже будет на английском говорить, поэтому посмотрите, как вообще понятно, непонятно, что вам расскажете. Ну, у нас на самом деле на английском очень мало занятий, в основном все занятия на русском. Что еще хотелось вам сказать? Наверное, многие из вас сейчас вообще как-то думают, вот стоит пойти учиться, не стоит, может быть, вот какие-то разные программы смотрите, выбираете. Ну, вот я подумаю, чтобы, о чем бы я думала на вашем месте. Я думаю, что когда вы программу выбираете, наверное, три основных есть, три основных параметра, которые я смотрела. Во-первых, мне кажется, что важно учиться там, где вам интересно с людьми, которые там, в общем, тоже учатся и преподают. То есть очень важно для сообщества. И поэтому, мне кажется, важно быть как бы на одной волне. Поэтому здорово, что вы сюда сегодня пришли, с нами со всеми познакомитесь, поймете вообще, вам с нами интересно, вы хотели бы стать частью нашего сообщества или нет. Но мне кажется, очень важно понять, как на одной волнение, на одной ваше вообще, в этот момент, не ваш. Ну, собственно, об этом я надеюсь, что студенты, наши выпускники говорят. Вторая часть, которая, мне кажется, очень важна, это, ну, собственно, содержание программы, потому что нам же, никому из нас не хочется тратить свое время на какие-то ненужные занятия, ненужные лекции. Вот, то есть, как бы важно вообще, что будет преподаваться на программе. Я сегодня немножко более подробно, чем обычно на этом вебинаре расскажу, про содержание программы. Вот. Ну, и, собственно, потому что, если вы посмотрите на разные, в разных там институтах, учебных вузах, да, все программы очень разные. Я вам просто советую, если вы выбираете среди программ, ну, посмотрите более аккуратно на сами программы. Вообще, что вы будете учить, какой вообще набор курсов, которые вы будете учить на этих программах. Вот. И, конечно, очень важно, мне кажется, знать, кто будет преподавать, потому что тоже названия курсов сейчас все одни и те же часто у разных институтов, университетов. Вот. На самом деле, за этим названием очень разные вещи стоят. И то, чем, наверное, у Прэш и вот особенно программа Мастер Финансов гордимся, это то, что у нас получилось собрать, ну, действительно, такой топовый состав представателей, и это, ну, лучшие люди, которых мы знаем, которые могут преподавать эти курсы. Вот. Давайте. Кстати, если у вас есть вопросы, вы, как бы, разбегайте, задавайте, да. Да, ну, я сама когда-то закончила MIT, Sloan School Management, и, да, мы, как бы, подписали соглашение непосредственно с MITx, это тоже, это, как бы, онлайн образование, MIT-шное, там, как в курсе, как раз, у некоторых курсов, которые даже платить, ассистентам этих курсов, то есть, да, у нас, в принципе, продолжаем. Да, эта программа, она сущей работает? Она работает, вы, в принципе, можете взять, там, какой-то курс там, например, и уточняем. То есть, в 2024 году под Cancel Culture вы не попали? Ну, как бы, есть некий тренд там в мире, как бы, в 2024 году, про русских там немножко. То есть, мы, для нас вообще очень важно такое международное сотрудничество, вот, и мы при любой возможности мы стараемся, как бы, все эти связи поддерживать и, как бы, приглашать преподавателей тоже к нам, если есть возможность, да, и, конечно, больше иностранных преподавателей. В этом году у нас была возможность, мы пригласили одного из профессоров из Китая, Шархазик, очень крутой, самый крутой наш Китай бизнес-школы, вот, ну, как бы так было, что в Москве, вот, и, ну, и мы, как бы, вот, тоже пригласили у нас прочитать курс небольшой, про венчурные, венчурные сисы, да, дневники в Китай, вот, да, вы можете у Дениса спросить, это интересно, что будет интересно. Так что мы вообще за международный сотрудничество и любую инициативу, которую мы можем поддерживать, мы всячески поддерживаем. Так, что еще, а, по поводу контента, по поводу курсов, смотрите, у нас программа, вам, для того, чтобы получить диплом, нужно взять 20 курсов, 20 кредитов, ну, грубо говоря, 20 курсов, получается, что у нас есть 6 базовых курсов, это обязательные курсы, то есть у нас очень мало обязательных курсов на программе, это база. Основы финансов, финансовый учет, инвестиции, анализ данных в бетоне, как оттенок финансовый дериватив, то есть это вот, как бы, уор, как бы, это база. И эти же курсы составляют основу программы Minimil, онлайн-программа. Ну, и также у нас еще много других курсов. Давайте вот немножко вот так вот, хотел показать вам наше расписание на этот год, на следующий год, ну, наверное, примерно то же самое, то есть у нас 5 модулей, идет каждый модуль, это 2 месяца, то есть каждый курс, это 7 недель плюс экзаменационная неделя. И получается каждый курс, это 7 занятий по 3 часа. Вот. И давайте покажу, как вот, это все наше расписание, все наши курсы, то есть у нас есть вот эти 6 базовых курсов, которые я обомянула, да, и на первый год, когда вы приходите, вы обычно 2 курса, по 2 курса берете, каждый модуль. У нас также, если вы не помните, хотите повторить математику, у нас есть еще курс по математике, такой половинчатый, для того, чтобы повторить математику. Вот. И это как вот курс базовая. Потом у нас куча курсов, преподных курсов по финансам. Ну, то есть здесь какие курсы? Ну, финансовое регулирование, как раз венчурные инвестиции. Да, вот, курс был. Моделирование, финтеф, распредележмент, венчурные виси, преподные интервативы, корпоративно-хиджирование, фикс-тенком, бэнкинг. Ну, то есть как бы все направления финансов, как мы пытаемся покрыть курсы. Это вот следующий набор курса. Что у нас еще есть? У нас есть, конечно же, курсы по анализу данных, потому что анализ данных на современном финансовом сфер-важно, поэтому у нас есть некоторая линейка курсов по анализу данных, начиная с бетона, вверх модуль у нас идет, потом у нас такие вот курсы, как бизнес-статистика, бизнес-эконометрика, машин-левнинг и искусственный интеллект. Вот, то есть это все необязательные курсы, вы можете по выбору выбрать. То есть все курсы, кроме вот первых шести, они не обязательны. И здесь как бы все эти курсы очень прикладные, то есть если это курс по бизнес-эконометрики, мы это назвали наш бизнес, чтобы показать, что там не будет никаких доказательств сходимости каких-нибудь эстиматоров, даже не следа соорвать. Потому что часто на курсе по эконометрики вы будете там очень долго рассматривать на базе эстиматоры, сходимости, еще там кучу себя изучать. Здесь у нас все более прикладное, то есть больше как использовать разные модели, как правильно работать с данными, на каких-то таких прикладных задачах. То есть это по анализу данных. Что еще? А, ну вот у нас есть несколько курсов по экономике, их очень мало. Как-то в основном это вот, ну в этом году это макроэкономика, финансовая система, центральные банки, финансовая стабильность, вот там был такой еще курс. То есть, в принципе, если вам нравится экономика, то лучше идти на другую программу. Там на ту же самую программу магистр экономики, в РЭШ, которая про экономику. Там будет очень много курсов и по микроэкономике, по макроэкономике, по экономике. Вот здесь у нас такого нет, у нас прям минимальные какие-то такие прикладные курсы по макроэкономике, и вот, я не знаю, по микроэкономике, возможно, тоже будет. В этом году просто его не было. Ну, посмотрим, может быть, тоже будет, например, прикладная микроэкономика для бизнеса. Что еще? Практически все, да? Вот еще два курса осталось. Это курсы по soft skills, то есть, наверное, мы все знаем, что soft skills очень важно, в дополнение к hard skills. То есть, если вы знаете финансы, умеете программирование на бетоне, то еще и хорошо делаете презентации, и можете крутые слайды делать, вам вообще цены будут. Поэтому для нас это очень важно. У нас есть курс как раз по, там, как раз слайды в Powerpoint, и фабрик спикинг, такие достаточно популярные курсы на программе, и курсы, где вам действительно помогут люди, которые знают, как это делать, и умеют учить этим вещам. Они, в принципе, помогут вам тоже учиться, потому что это некоторые навыки, которые можно не конкурировать, достаточно просто знать. Так что, по-моему, все. А, вот еще один курс о карьере финансов. Последний курс в этой большой таблице. О карьере финансов. Это курс, который в этом году первый раз появился. И его я вместе с Александром Пульматези. Александра является очень большим специалистом по HR финансов, в нашей области, она как бы непосредственно очень много работала как раз с топливными финансовыми организациями. И, собственно, курс про карьеру финансов появился потому, что нам хотелось бы не только вас... Вот Михаил как раз пришел к этому. Я сказала, что вы хотите за год закончить нашу программу. Я почти буду. Вот, он нам сегодня расскажет, насколько это хорошо получится. Вот, и, собственно, этот курс карьеры финансов появился потому, что нам хотелось бы не только научить вас каким-то знаниям, прикладным и чему-то интересным, но и помочь найти себя в этом мире, найти свою нишу, ну и помочь вообще с карьерой. И поэтому, собственно, был себе этот курс, на котором, во-первых, нам хотелось бы познакомить вас с разными компаниями. Вот, то есть вот мы как бы ходили в разные компании. Здесь некоторые фотографии, там, Алька Банк, ДТВ, Дом РФ, Сельхозбанк, недавно в Министерстве финансов мы ходили. Ну, просто чтобы познакомить студентов вообще с финансовым миром, потому что финансовый мир очень разный, и все очень по-разному, вот, и, ну, как бы познакомить, чтобы вы узнали о своих возможностях, которые у нас существуют. Ну, и параллельно помочь подготовить хороший пакет, подготовить к собеседованиям, чтобы всех очаровали, всех официальных работодателей. Так что это еще один курс, который появился в этом году. Будет возможность у вас у студентов когда-то спросить, которые с нами вместе ходили, не знаю, тоже будет есть, так как все это было. Ну, и в следующем году тоже планирую дальше проводить. Так что это то, что касается курсов, то, что касается контента. И, то есть, для нас тоже важно, чтобы эти курсы были очень хорошими. То есть мы стараемся приглашать очень крутых, хороших профессоров. Ну, как бы здесь просто фотографии тех, кто ведет вот эти шесть базовых курсов, ну, здесь включая меня и включая Далиды, которые я сейчас передам слово. То есть это те курсы, которые как раз, часть наших преподавателей, которые ведут курсы базовые, которые составляют как раз, являются, собственно, частью программы МИФ и программы для меня. Окей. So, maybe here, let me stop for a while, because I want to switch on to English. Я хочу вас быть очень радな, что он вести экономику несколько лет, потому что он был очень рад. И я прочь, очень рад, что сегодня я думаю что эта история, что я думаю, это очень хороший вопрос, Продолжение следует... 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 Мы очень сильно учимся на метод, но в смысле мы покажем вам как-то научиться. Потому что, если у вас есть моменты в карьерах, вы увидите какие-то ситуации, что вы не видели. Поэтому, в эти моменты, вы не нужны множество, вы нужны способности. Вы нужны способности. Таким образом, наш академик-based approach is meant to pass these skills on to you. The ability to adjust and to have coherence and certain thoughts. Secondly, у нас есть много факультета, которые учатся в том, что у нас есть и в том, что у нас есть основные учения. Почему это важно? Потому что, в смысле, мы научимся лучше, и мы здесь, чтобы вы добавили знания. И, last but not least, МИФО offers много разных курсов, как я уже говорил, как я сказал, не связано с тем, что не связано с финансами. Почему? Потому что, в экономическом экономике, все процессы интегрированы с другими. Поэтому, что если вы хотите, то, что вы хотите быть специалистом и финансами, то, что вы должны быть идеей о том, что вы хотите идти в другую жизнь. В этой части организации, что вы хотите обоих группироваться. Вы должны быть с тем, что вы хотите. Таким образом, это хороший шаг. У меня будет понимание, что у нас есть. И я буду делать это сфотографирование с синергией между финансированием и финансированием и финансированием финансирования, которые будут выявлены на работе. И тогда, конечно, вы будете получать много времени для вопросов и ответственности. Итак, что финансирование сделает? Они сделают, естественно, две вещи, в суммаризированной форме. которые нам рассказывают о том, что ресурсы это фирм имеет в данный момент и о том, как они используются эти ресурсы, чтобы создать экономическую цену, что они сделали или нет. В этом курсе, в моем курсе, мы должны отдать вам обучение, чтобы вы понимали финансированные statements. there is nothing to be afraid of if you have not had any accounting or economics whatsoever because I designed the course in such a way that essentially no prerequisites are necessary except maybe for sums and subtractions and possibly divisions and not that there is anything to be ashamed of by being an accountant but in case you're wondering you're not going to become an accountant this is not the goal of this course right so I just want to I just want to make sure that you will be able to understand as much as possible from the financial statements and company a little bit of game why accounting out of all the subjects here are three possibilities for you to choose from one that it just happens firms have to prepare the financial statements that's it face it second one it's more gives it has more of a conspiracy theory flavor to it that actually accounting has no value whatsoever but people like us have to put food on the table at the end of the day so we we have to pretend that it's useful and see that actually there is a deep reason of why financial accountants exist and there is a point to what they do as you might have guessed given that try to sell them if not to the opposite the right answer is the last one right okay so let's try to understand first of all what accountants really do so that later I can tell you why that's useful well we do so well we do many things but if I have to probably say the most important one is eventually at the end of the reporting period we need to calculate the earnings of a company you might have heard the name earnings using synonyms so profits and the income if you've heard these terms it's just the same thing and the the process to determine earnings is actually a two-step process there's a revenue part and you have to book the revenue when the company earns it and the expenses are captured by the financial statements when the associated revenue is generated what's important here is that this whether you book revenue and expenses is a process that not necessarily is connected with the time that cash flows in and out of the company for example we might sell on credit so we recognize the revenue but the cash is not yet being collected by us or maybe the customers pay us in advance and then we'll have to deliver the products and services later and symmetrically for our expenses so why do we do this let me start with an empirical fact empirically speaking the cash flows are much more volatile than earnings thus determining this why is that because when it comes to cash flow there is not only uncertainty about the economic reality of the company there is also uncertainty about the time if you get a lot of cash flow there is not as many in the bank so the fact that cash flows are so volatile compared to earnings it means that they are not such a good way to predict firm value and just to just to convince you let me show you this graph in this graph I'm showing you the results from a regression of returns movements movements in stock price on cash flows from operations first and then on earnings per share what I'm plotting here is the r square if you have some statistic background the r square is the amount of the amount of variability in the left and side variable that can be explained by the regress so what you see here is that earnings are more able to explain changes in the stock price compared to cash flows and that's because they are designed to be not as volatile because the way in which you determine earnings is not subject to the uncertain timing of collection so this is really the reason why we want to do accounting and just to convince you even further this is the result these are the results from a survey done by researchers in the US they contacted about 400 executives and they asked a whole bunch of questions related to the financial reporting process here the question was which measures that are reported to the public do you think are most important and they all seem to agree that earnings are by far the most important and earnings are coming from the financial reporting process hence the importance of the financial reporting process okay so so far I've told you why earnings are important I haven't yet told you why you should learn how earnings are determined in other ways you may be thinking at this point okay I buy the fact that earnings are important but I can't just look at the bottom line and that's it if it's high I'm happy if it's low I'm unhappy no why is it important to learn the accounting process because there are a lot of complications so things are not always what they see so sometimes you might see a number and what that number really means even if it's high and it's a gain it's not necessarily it's not necessarily let me just give you for the sake of time just a couple of examples so negative equity you probably what I'm talking about here is book value equity so the equity that results from the financial statements you may know from your work or previous classes that at all points in time assets have to be equal to liabilities plus equity this is the fundamental equation in accounting so if you want to determine equity it's not the way you do it because I'm mixed up with the sign but basically you take the difference between assets and the differences here and time so most of the times equity is positive which means that the company has generated value over time it can happen unlike with market value can happen sometimes the book value of equity is negative so if you see a company with the book value negative do you freak out if you're investing in the company well that depends and this is why it's important to know how the accounting process works how the inputs the economic reality of the firm gets munched and converted into the numbers that are published in financial statements so let me show you a real life example McDonald's if you look at their equities here in 2019 their equity here negative you may be familiar with McDonald's and so you know that nothing bad happened to them so how how can this be explained how come they have negative equity which is something scary if you just say it out loud but they're fine well I mean first of all they have negative equity because they've been paying out their shuffle you can see here that they both bank some shares they've always been paying dividends and so this is not something that the company close to default would do but so if you look at the price but you probably don't even need this chart McDonald's is doing fine despite it so what really was happening is that accounting sorry financial statements are conservative McDonald's have a lot of real assets like land properties equipment and the way it works is that all of these are measured at cost so today to the extent that they bought these land property equipment a long time ago when they were cheap now with inflation all the values of all these assets have risen but this has not corresponded to an increase in the book value it did however correspond to an increase in the market value of everything right so this is how you explain it and it's a very simple example to show that some people can counterintuitive that might seem bad it's actually not possible let me also show you a more recent example related to the banking industry which in some sense is the exact opposite so with McDonald's I was telling you about real assets here I'm talking about financial assets so I will be talking about investments that Silicon Valley Bank had made in government bonds so what happened with them? you may know the story more or less but for sake of fitness let me just skim through it it all starts with inflation, counter inflation the United States, the central bank started increasing the interest rate when the interest rate for government bonds increases investors find them relatively more palatable than risky investments such as start-ups that are located in Silicon Valley so whereas before investors were pulling a lot of equity, they were injecting a lot of equity into your companies in Silicon Valley now they say well maybe I can get a similar return but not as risky because I can invest in government bonds so what happened is that all these start-ups they needed money so they started withdrawing the cash that they had deposited at Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank did have some cash but most of it was invested in government bonds but here's the catch, not the last ones that were paying a high interest the old ones that were paying a lower interest so the moment they were forced to sell them they started booking losses, started making losses so you'd think that all these losses, there should have been some sign in the financial statements of all these losses that Silicon Valley Bank was making because the interest rate was going up except that there was none I mean to be fair the world is closing the market value of their bond investments, government bonds they were disclosing it, but on the tables, on the financial statements, they were reporting them at the historical cost which was based on the interest rate when they were issued or bought which are the two applies, right so all of these market losses that Silicon Valley Bank was making on these bonds they were not showing up in the assets and they were not affecting the income the income started and the assets started being affected the moment they were selling them because these losses became unrealized so why I'm attending to this, because it's yet another example of a situation where you see a number on the financial statement this is, that's why I said it's the opposite of McDonald's because here if you look at their asset side, you may think you're good but actually you're not, because that value was an outdated value so summing up, financial accounting helps improve your financial decision making but not just by knowing that financial statements exist and you should look at them it's knowledge of the process and how these numbers are determined that gives you that additional advantage more generally speaking, talking about the MIF program I think that the presence of all these courses like statistics, econometrics applied to business, applied to finance, financial accounting itself is very positive it adds a lot of value to the course because it can make your development more coherent and holistic so, yeah, so that's it thank you for your attention and I hope I didn't change the question if you have any questions for that usually if you have a lot of discussions or questions if you want to ask anything yes, sorry, I have a question it's true that accounting can be different for different jurisdictions in different countries yeah, yeah, definitely so in the course what we will study we will study accounting in USA or Europe or Russia or something between so it can be different it's different in any jurisdiction so the Italian accounting standards are different from the Russian one they're different from the US but there is such a thing as the international financial reporting standards that are applied globally except for in the United States and these standards are typically applied by big companies for example, if you are a publicly traded company in the European Union you probably have to still issue reports according to the local standard but you also have to do it according to the international financial reporting standard because investors they come from all sorts of places so to answer your question which one will I teach you? I will teach you the international financial reporting standard now concern is that maybe if you live in the local Russian reality it's not so applicable to you but actually I want to assure you that at this level of generality there are some concepts that apply to all the jurisdictions the difference if there is any and trust me there are differences are not as much as in the main concepts that I will introduce you in this class but in some maybe they are not detailed for the company itself right but it's not in the concepts in the application of these concepts so in a nutshell there are differences but at this level of generality for this class it doesn't really matter so the way that company can use to I don't know to avoid some some not good for them information in different countries can be the same you mean to manipulate earnings? yeah yeah some things do not necessarily involve the accounting they may involve some things that people do like for example they can sell that if they need to be in the benchmark for earnings they might sell some assets just to profit on those assets even though they are giving up some value in the future right so this doesn't involve the accounting so but there are also cruel methods maybe things are different the details of how they do it but generally the bigger concept is that accounting and you will see it in my class that accounting is often times subjective some estimates are involved right and to the extent that you can play with these estimates you can manipulate and that's true for everyone thanks a lot so that will stay maybe a little bit upward so if you want to get up in less formal maybe a few steps следующий мероприятий которое у нас будет вторая олимпиада ไМВ до 18 мая регистрация открыта до 14 мая до 12 часов дня так что не забудьте в принципе если вы планируете поучаствовать хороша возможность повторяет эти программы ну и просто профессор по поводу вообще всех Итак, по поводу всех мероприятий, которые у нас предстоят, если вы хотите поступить на программу, соответственно, у нас несколько этапов. Во-первых, вам нужно подать документы, система уже открыта, она работает с 1 января по 22 июля. Потом вам нужно сдать экзамен по математике по английскому языку, ну, либо олимпиаду, да, 23 июля, 18 марта, 18 мая, либо основные экзамены, соответственно, 29 июля. Ну, и после второй олимпиады, наверное, мы начнем проводить собеседование. То есть, если вы получите баллы выше, там, чем наш фреш-холл, то мы пригласим вас на собеседование. Примерно, там, в второй плане мая, в июне, в начале июля будем проводить собеседование. Ну, и, собственно, где-то в первом плане июля мы объявим все результаты, так, чтобы те, кто поступил, если уже в сети я смогли начать учиться. Вот. Это некоторые планы, если планируете послать программу, такие главные, ключевые даты. Что еще? А, ну, просто скажу про наш учебный офис, который делает все, чтобы помочь сделать все процесс поступления и процесс учения в программе очень удобным. И как раз Анатарина Учинкова стоит, наш исполнитель директор. Собственно, наверное, вы... Вы не знают меня уже. Вероятно, с многими я общалась. Кто-то приходил на индивидуальная консультация в онлайн формате. Тоже сделан небольшой анонс. Попланируем в мае провести, в мае, в июне провести, но и здесь встречу, в фокусе МИД. И если вы еще не до конца прочувствуете атмосферу, если хотите посетить тяжелые лекции, то следите за нашим Телеграм-каналом. А можно вопрос сразу? А можно на предыдущий слайд и по нему несколько вопросов? Смотрите, в чатах, которые по поводу подготовки к алимпиадам, там уже звучало, что цифра 5 из 10, это некий лау-грейд для прохождения на собеседование. Смотрите, вот некое количество людей будет, которые будут участвовать в этом соревновательном процессе. И здесь, возможно, условно говоря, два варианта принятия людей. Условно говоря, вы говорите, что у вас будет группа, устро будет 10 и 10, ну, основной и онлайн. Я сейчас просто абстрактная цифра. И вы, условно говоря, градируете по двум экзаменам и отсекаете первые 10. Это первый путь. Второй путь. Вы говорите, что, например, вам достаточно, не знаю, вы решили, что 12 баллов из 20. И вы тогда смотрите всех, кто 12 баллов из 20 и их приглашаете. То есть вот какая будет у вас модель? Вы будете лимитированы, условно говоря, неким топом, не важно, там 10, 30, 20, не важно. Или вы будете смотреть всех, кто оказался там, условно говоря, выше, там, 5 плюс 7, 6 плюс 6, 5 плюс 5, там, не знаю, 8 плюс 8. То есть какой из двух подходов будет? Во-первых, у нас, как бы, для нас очень важно, так же, собеседование. То есть не забывайте, что если вы, если вы, как бы, прошли по эти фреш-холды, эти фреш-холды, это минимальные, как бы, минимальные баллы, которые, если вы их не набрали, мы просто у вас даже не будем приглашать. Так что у нас, в принципе, у нас собеседование важно, вот, но мы, на самом деле, мы как-то решим. В общем, у нас это обычно комиссия, которая решает, которая состоит из, ну, в том числе из профессоров, собственно, РЭШ, в общем, как бы, дружно и достаточно быстро решаем, кого взять. Давайте, вот, давайте позовем наших студентов и выпускников, и они будут на ваши вопросы, в том числе отвечать. А еще можно, до вопроса, я помню, в подаче документов нужно видеоэссе о себе. Да. Там какой формат, там как-то. Здравствуйте, меня зовут Вова. Там где прописано, да, ну, то есть это примерно на одну минуту, на две минуты небольшое видеоэссе. Это сейчас уже идет стандартная практика во всех бизнес-школах в мире. Ну, и вы можете даже посмотреть на ютубе видеоэссе других, что они там, о чем они говорят, ну, и что-то, как бы, знаете, про себя, по сути. Так, чтобы вы нас поразили, вот, взяли, несмотря на вашу баллу. Ну, я думаю, что если к нам придет много хороших людей, мы возьмем больше, чем 25. Да, то есть мы всегда за то, чтобы на программе было больше хороших людей. Давайте там только было первое. Собеседование, смотрите, ну, мы обычно проводим онлайн, и прям участвуют, ну, я участвую обычно кто-то из учебного офиса, и еще несколько профессоров. Вот, то есть у нас такая большая компания собирается в комиссию. Вот, и мы просто с вами беседуем, нам интересно пообщаться, понять, мы на новое, мы на новое, мы на новое, мы иногда задаем некоторые вопросы какие-нибудь, можем перейти на английский, посмотреть, как вы на английском общаетесь. Ну, примерно так. То есть это больше разговоров, не то, что... Смолпак. А вот еще был вопрос у Каник. Так, вот с этой стороны... Давайте, да. Смотрите, вы сказали, что 5 из 10 это минимальный проходной балл для того, чтобы пройдем с беседованием. А по факту, по факту, вот, если поступивших, минимальный проходной... За прошлый год, если это открытая информация. Ой, ну я сейчас вам не скажу, просто я просто не помню. Он, наверное, больше не прошел, да? То есть в 20 или в 12 или в 12 или в 12. Ну ладно, ну вот наш студент может спросить, она не больше помнит. Просто не помню. У меня хотят тоже вопрос. Так, уже сейчас без вами. Мне просто интересно. А сейчас в соцсетях так же? Нет, у нас в соцсетях сейчас немножко не будет, никогда не будет. А то я помню, я сдавал, когда я пришел на первый год. Не было, я думал, экзамены будут в 2 часа. Оказывается, если у меня был один предмет, у меня пришлось... Нет, экзамены сейчас вообще у нас есть, так что мы про экзамены лучше... Но эти экзамены будут похожи на Олимпиаду по формату, по длительности? Да, они одинаковые. Олимпиады, экзамены, форматы одинаковые. Вопросы разные. Ну, логично. Еще последний вопрос. Я могу спросить, а люди, которые сдали Олимпиаду по первому году, и в длительности, в 2-й, и в 3-й, и в 2-й, и вон, и в 3-й, и в 3-й, и в 2-й, и в 3-й, и в 3-й, и в 3-й. На Олимпиаду на 2-й вы можете пойти и потом выбрать просто – лучше. Когда студенты приходят в комиссию, проводят собеседование, приходят к вам в покойный комиссию и говорят того, у кого вышивало. Что у вас главным фактом является? Вышивало? Это очень сложно квалифицировать. Если в вторую олимпиаду вы придете, вы напишите для олимпиады и зачитаете максимальные баллы. Чем лучше ваш пакет, тем лучше ваши баллы, тем с большей вероятностью, например, вам один грант. Другое дело, что если вы придете потом на экзамен, то баллы олимпиады вас выбирают. На олимпиаду вы можете ходить какое-то количество раз. Ну, не больше. Ну, два. Займенно на один раз. А по-моему, олимпиаду это чуть-чуть. Ну, у нас так нельзя. Так что, так. Ну, потом еще будет время поспрашивать. Давайте приглашу наших выпускников. Давайте я вас представлю. Спасибо. Здесь вот ближе ко мне сидят двое стрессы, которые сейчас уже учатся с вами. Сейчас учатся на программе. Михаил Кряж. Он уже вам сказал, что он хочет за один год закончить с программом. Он знает рекорд. И Денис Платников. На самом деле мы очень благодарны, потому что именно сейчас у нас экзаменационная неделя. У нас обычно каждый курс – это 7 недель и 8 на экзаменах. Вот, поэтому особенно спасибо, что даже в экзаменационную неделю все кто пришли. Ну, и, собственно, подальше от меня сидят двое наших выпускников. Юлия Терсина и Евгения Загоровик. Они окончили прям один год. Программа так получилась, так сложилась. Вот. Но мы им еще даже больше благодарны, потому что они еще больше заняты. Они заняты не только экзаменационными людьми, а вообще, в общем, в жизни. Потому что на них большая интересность уже лежит. Ну, собственно, наверное, вы сами больше расскажете. О программе, о своих историях. Ну, и какие-то, в общем, может быть, советы тем, чтобы выступать, не поступать. Вообще стоит выступать в сторону своей. Не знаю, как хотите начинать. Давайте я начну. По поводу баллов. Я тот человек, который стал математику на пять. Баллов. Из десяти. Из десяти. Да. И английский на восемь. Для меня очень тяжело было поступать. Я два года готовился. Каждый день, там, по два часа. Вот. А Юля, наверное, проще была. Она была лучшей. Ну, я поступил. Вот. Что сказать. Я также стоял перед выбором вообще идти в Рэш и не идти. Потому что я готовился в фондовскую школу экономики. И благодаря кризису, и благодаря, там, подготовке я попал сюда и очень рад. Почему? Потому что как раз вот эта ступенька с обучением на английском дает вам большой трамплин, если вы хотите продолжать свою карьеру в иностранной компании. Если вы хотите поступить в Стэнсфорд, Гарвард, там, и в MIT, то, пройдя здесь в обучение, вы как раз поймете те предметы, как проходит обучение в западных школах. Что для меня вообще дало Рэш? То есть это, я думал, вот, я буду больше денег зарабатывать, где-то точно вы будете больше раз в 10 зарабатывать. Но самое важное получилось, что это не деньги, а социальный капитал, который вы приобретаете. Ну, по-старому это можно сказать, что вы получаете огромное количество связей и доступ к тем людям, которые вам раньше были недоступны. Скорее всего, вы раньше были ограничены тем ресурсом, как институт школы и групп общения, которые вы отбываете. Сейчас вы, после окончания Рэша, получаете доступ к международному кругу объекту. Можете задать вопрос почти в другую международную компанию. Останетесь вы тут или поедете дальше? Это зависит только от вас. Мы ездили, ребятами встречали в Стэнфорд. Я очень хотел слюбовать дальше на институт с включением в Стэнфорд. Но я пока там сам, пока не дотягиваю до уровня. Что там, чтобы студить на то, что надо создать компанию, с поросом там 10 миллионов долларов. Я думаю, у них свои крайни. Вторым моментом, кроме социального капитала, это является то, что вы обретете своих новых друзей. Почти все мои друзья, которые есть у меня сейчас, это все такие рэши. Я с ними продолжаю общаться. Жалею, что они уехали из России, но мы поддерживаем отношения. Что же касается самого процесса учебы. И вообще, что дает Рэш в плане учебы. Я тот человек, который придумал чаевые, их разбил, чаевые просто. Я создал этот бизнес и потом продал его Яндексу. Учеба в Рэш помогает вам говорить с людьми разных профессий на одном уровне. Будут это бухгалтеры, программисты, математики, аналитики, то есть люди, которые делают M&A, оценивают компании. Вы всегда будете на том же уровне, чтобы защитить свою позицию, отстоять и аргументированно им, наконец, наступать. Большой объем знаний Рэш дает. Учиться непросто, но, по крайней мере, было это видно. Это тяжелое обучение. Кто-то в пятницу идет с друзьями отдохнуть. Мы все время учились и делали это не только в пятницу, субботу, воскресенье, но и в пятницу, субботу, воскресенье и по ночам. В понедельник вставали на работу и ехали. Тот объем материала, который дает Рэш, сделать одному невозможно. Ну, то есть нереально. Поэтому вы через один-два месяца придете к выводу, что нужно объединяться с вашими коллегами, чтобы делать и подготовить какие-то задачи и выйти на экзамены с соседями. То есть, чтобы подготовить, посчитать модели, посчитать аккаунтинг и что-нибудь. И зачастую есть материал, который вы не понимаете, вам всегда помогут, подскажут. Поэтому, даже если вы сейчас не до конца приняли решение, Рэш является очень такой точкой, которая даст вам возможность перейти на новую долю. Если у вас там есть вопросы, я готов вам поотвечать. Ну, я тут, наверное, поддержу Женю в том, что я вот, наверное, если так вот подвести итог, там, мне 36 лет, да, вот, моих 36 лет, я считаю, что у меня два правильных решения в жизни. Это получение водительских прав, соответственно, и вступление в Рэш. Потому что получение водительских прав, это просто качественно улучшило мою жизнь. Ну, хотя я получала там не 18, а 26, по-моему, да, и там поступила в Рэш. Почему? Потому что это просто был такой поворотный момент в моей карьере. Я по первому лучшему образованию физик. Поэтому, как это, пришла в финансы я спустя два года поиска в себя, в банк, в такой ноунейм. И спустя год работы там, я, соответственно, пришла учиться в Рэш, понимая, что у меня не хватает знаний, не хотела куда-то расти, а не просто делать какую-то там условную механическую работу, считать там что-то в Excel. Рэш просто, ну, как... Рэш позволил мне из ноунейм-банка, ну, уже, наверное, не ноунейм, благодаря Калубе, да? Я работала в Восточном эксперт-банке, который потом поглотил Юниастру, соответственно, все это там суета, которая была спаррингом, искал, и вот я работала в том, ну, можно сказать, на тот момент ноунейм-банке, но благодаря таким вот событиям он стал вовсе и не ноунейм. Я перешла в Сбер. Сначала перешла в Сбербанке, наверное, в переулок, да, а после этого уже в казначейство. И что могу сказать только про переход вот этот вот пример? Я точно помню, что такой интересный момент был, я проходила собеседование, мне там спрашивают какие-то вопросы, там, что-то по деривативам решить, что-то там задают, и я понимаю, ну, мне ровно дают задачу такую же, которую я вот вчера делала в домашке по деривативу. То есть это вот получается, что здесь дают не просто вот знания, но я как физик могу точно сказать фундаментальным образованием, когда я училась 5, ну, 5,5 лет написала кинду, это супер-фундаментально, там очень интересные дядечки, не побоюсь этого слова, но я просто вот прихожу на этот, ну, матфиз какой-нибудь, ну, ММФ у нас там назвала, там, методы матфизики, там, или какая-то механика сплошных сред, и я думаю, да, я это просто пишу. Откуда? Да, вот, ну, как бы, да, безусловно развивает мозги, но вот, как бы, какой-то прикладной, ну, куда-нибудь приложить, мне не было, а вот фреш у меня получается, вот, пример, да, домашний, какими-то вот аспектами, даже вот буквально недавно, а, вот сегодня я была на комитете, мы согласовывали вопрос, я имен называть не могу, но, в общем, мы запускаем один правительный телефон, для нас так, первый, вот такой, вот, там, с компанией упакованной, когда вот я читала этот проспект, соответственно, как это все будет происходить, я просто понимаю, да, корпоративные финансы, там, правит эпид, это не моя специфика, но когда вот, благодаря тому, что я училась в ПЭШ, Födle Rate, какие-то там, Cash Out, Cash In, это для меня не пустые слова, то есть, потому что есть какое-то некое, вот, всеобъемлющее знание, даже вот, ну, как бы, не узкая моя специализация, но все равно я понимаю, о чем здесь идет речь, и что это очень сильно помогает в работе, и это сразу можно приложить, вот, есть какое-то, вот, это, понимание, что вот это я изучаю для того, это я изучаю для того, то есть, вот, какого-то всеобъемлющее по финансам. У меня в команде, в основном, я тут читаю, брать из РЭШ людей, так уж сложилось, как-то все сотрудники, ну, давайте, ну, все, большинство, так. У меня из РЭШ, но либо с каким-то таким математическим программом, потому что у меня еще была раньше, сейчас, мы брали команду дата-циентистов, там у них немножко другой профиль, но в основном, если аналитик, я стараюсь брать с РЭШ, потому что, ну, могу так сказать, что на порядок лучше, даже когда вот я провожу собеседование, регулярно команды набираю, иногда мне приходится по 20 человек в неделю, ну, собеседовать, это, конечно, ну, уровень сильно разница, то есть, вот, я про начинающих специалистов, да, те, кто приходит, ну, пожалуй, наверное, вот, что я про себя хотела сказать, ну, вот, и присоединились к Жене, скажу, что да, мы очень все дружно как-то так проходили, и обучение было сложно, я так скажу, что я смотрела фотографии в конце обучения, думаю, вот, когда мы там все вначале, думаю, все какие паленые были, а потом уже в конце, ну, понятно, что знание, голова, ну, голова увеличилась, но все равно от того, что недосудки какие-то там приходилось сложно было учиться, да, и параллельно работаем, правильно, сбываем все, поэтому, как это, тяжеловато было, но, вот, как бы, я считаю, что это был один из моих правильных выборов, я даже МГУ считаю не столь правильный, ну, как, хороший выбор, но просто тогда он был не настолько осознан, наверное, да, то есть, он позволил мозги там развить себя, вела престижное образование, наверное, стал недавием для Рэш, но Рэш случился таким воротом в моей карьере, который позволил мне там прийти в компанию, в соответствии, уже внутри там строить, и знания прям очень придерживаются. У меня, кстати, первый инвестор, и последний. Из недавнего, мы тут сейчас с мужем задумались о покупке квартиры, мы, допустим, все модели китали, с кэшфлолом в ближайшие лет пять, ну, так сравнить просто там, так, вот так, ну, разные сценарии посмотрели, там, чувствительность. Всякие. У меня после Рэш это все время перечислить по тем, как, понимаешь, что в инвестиции, как, чуть не отбивается покупать квартиры. Ну, вот, ну, а мы сейчас вот пришли к этому. Ну, у меня, наверное, все. Если есть вопросы, тоже готовы потом ответить. Всем привет. Ну, соответственно, я зовут Михаил, и я, как бы, шестой людей, не ищу технических футбраунд, не знаю, себя учусь к себе людей, не знаю, с этой технической. И вот так вот, спустя любительственным путем, я все-таки пришел к футболу. И когда я встал вопрос, ну, встал, опустал, а решила я, что надо бы не только снаружи посмотреть футболу, ну, и, в принципе, встал, и, пусть, качать себя, как я скажу, выборов, ну, как мне друзья сказали, более-менее теме образовательным выбора, если есть так много, но это, в плане хороших, качеств, и прям путятые. Либо идешь, пробиваешься и играешь, если не проднешься, то все отлично. Если не проднешься, ну, очень важно играть университетами. Просто, ну, ну, это действительно сам звук. И, ну, я, как и Олег, я хочу сказать, что это приятный уровень футбола. То есть прям серьезный уровень, как по самой программе, которая на составе, мне очень нравится. Это немножко не патриотично, но мне очень нравится, что мы учимся по задуманным учебникам, по гарвардски, по миссии, по стендерски. Мы учимся по кейсам Гарварда. Практически все кейсы, по кейсам Гарварда. И кейсы – это очень интересная часть образования. Кто еще бы оборвал? Преподавательский состав не только понравился, в общем. Ну, тут интересный момент, что, вот, общаясь со своими одногруппниками, у всех, все выделяют разных преподавателей как только. То есть я вот выделяю одних, мы с ними спорим, они говорят, да нет, вот эти же лучше. Прям вообще облом. Скорее всего, это у кого каком предмету лежит и больше душа, тот и те преподаватели, ну, они больше как-то фикатуют. Но преподаватели очень вкусные. Как Давиды, так мне очень нравится. Был на картинке Павля Родисевича, это, ну, он в Новой Зеландии, Австралии, но с свежим. Мне прям очень нравится. Я даже подумал попросить прослушать его курс и потом на мае выполняться. После того, как я уже воплощу. Я знаю, что это через мае. Ну, единственное, что я не очень согласен, что учиться сложно, хотя ребята говорят, что сложно. Я точно не суперумный. У нас в группе есть люди, кто прям вот сидишь и думаешь, потому что они прям очень сильные. То есть это не застанет. Сильные человеку не вести, а себя не может. Человек учился в МФТ, и у нас несколько людей, которые прям очень сильно. Они как-то схватывают на лету, они даже предметы, которые вообще не касались. Мне более-менее просто было учиться по всем финансам, потому что это отчасти. Я сейчас работаю на финансовых рынках. В основном, правда, это крипта, крипторынки, но ваш рынок тоже. Американский рынок у меня был торговый робот, потом я отчасти на СВО, отчасти еще до этого. Диски перестали набрать, если я работал как рынок. Но в Граунт последние 7 лет полностью есть финансовые рынки. Поэтому мне достаточно просто даются основные предметы, такие как основы финансов, диремативы, ну вот корпоративные, все, что связано с корпоративными, тоже предпринимательства. Или просто. Но интересно, Анна своим предметом инвестиций, она, конечно, душу из нас вынула, просто выжила нас вот так вот домашними заданиями. И мы на Новый год просто пробили там уже не отдохнуть себе что-то, просто лечь и все, лежать. Потому что это было самое сложное домашнее задание. Все, которые выдавали домашнее задание, самые сложные. То есть у нас есть свой чарт у учеников, но пока это прям пропадет. Но это что касается самой программы. Я бы хотел вам еще дать пару советов. Во-первых, кто не знает бетона, вы его, вот когда вы получите, ну здесь было бы, да, в июле, вы получите оффер, если вы поступили. И у вас останется два месяца на то, чтобы что-то поделить. Причем с того, как и я, естественно, не выкакал. Вот эти бетоны. Но лучше немножко получите бетон, потому что он встречается везде, фактически каждое домашнее задание оно сдается с участием бетона. То есть это бетон, он не воспринимается уже никак дополнительно. А это как вот, когда прийти и сказать, ну, возьмите меня, я знаю таблицу умножения. Вот так же надо, как бы, не на идеальном уровне, чтобы он сел и, как в силиконовой микролине в сериале заходил что-то, что у вас осталось пару месяцев. Нет, надо просто знать его базово какие-то принципы, чтобы понимать вообще, что это будет здесь. Потому что вся домашняя, она так или иначе будет. Ну, не вся, но половина, она будет бетонной сбаваться. У вас, тех, кто совсем в этом слаб, у вас все равно будет вылететь, потому что большинство домашних делается в группах, в группах, по 3, по 4, по 5, и все равно вы будете другому помогать. То есть, кто-то серьезно древативно будет помогать топиться к кематоплитонию, будет помогать еще в чем-то. То есть, вы же, вы все равно будете вытаскивать. Ну, и английский, но английский за 2 месяца, конечно, сильно потянешь, но практически все учебные материалы, они на английском. Учебники все на английском, кейсы все на английском. Так что вы запускаете. Второй, если два главных совета, то первый, фиконский учебник, а второй, вот вам, когда вы поступите, вам дадут два учебника. И прям подпишут, что эти два учебника проходят нитью сквозь все обучение. И вы их тоже пропустите в него. Не прочитайте, а вот эти два есть. Два имена. Возьмите вот один, он называется Демакс. Если вы его прочитаете, я вас уверяю, вы пройдете эту программу гораздо легче. И когда вы будете сидеть на лекциях, вы будете не сидеть и пытаться понять всю лекцию, о чем лектор говорит, а потом дома сломать голову, перечитывать лекции, искать в учебнике это место. Вы будете понимать, что он говорит, и, соответственно, лекцию вы дадите на относки к уровню. На гораздо более глубокий уровень внимания. Будет интереснее учиться. Учебник простой, он очень легко написан, он очень хорошо читается, и объясняет достаточно сложные вещи. Это прям классно вообще. Я его прочитал, но он на русском. Или он тоже? Он на русском. Он легко читается. Всего 900 страниц, 1200. Он очень легко читается. Они по учебнику по 1200, но они легко читались. С удовольствием. Я, каким бы я ни был ленивым, в этом летом тело, но даже я тогда прочитал третий. Потом за время обучения просто прочитал. Микр, вы можете повторить название? Демартин. Это автор, а название корпоративно. Да, это такой классический. Ну да. Я уже не могу, опять же, в школах, в двумя. Вот, опять же, в школах, в школах, в школах, в школах. Там два автора, я забыл. Что вам еще рассказать? Ну, коллеги очень хорошо стоят, потому что понятно, это не цель программы, чтобы вы могли поддерживать разговор где-то, но на самом деле это супер важно, и программа очень сильно расширяет профессиональный кругозор. То есть вы заглянете, заглянете практически во все основные направления финансов. То есть от рисков до корпоративного хеджирования трилативов. И даже если вы не технар, вы, конечно, сбоите на мете-трилатива, но вы после того будете не теряться где-то. Вы будете понимать, что происходит, вы лучше начнете подниматься даже свои собственные финансы. Просто потому что это все связано. Не будете покупать структурированность не понимая. Будете сами их сестра. А лучше их сами сестра. Да, как-то, 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 и это действительно важно. Ну и Ration, да, он такой, он старается выйти, как-то, подход такой, знаете, как уголоком санкции, чтобы еще везде были. И, я неправильно сказал, у нас есть чат санков Ration, и ученики, они сидят везде. И достаточно много очень успешных людей, и создательная революция вышивается. Так что, таких людей очень. И они по всему миру раскиданы, и если вы со своими коллегами ведете доходы, контакт, связи, знакомство, то все это будет на расстоянии теперь сообщение в телевизор. Ну, это важно. Это реально важно. Ну, это, наверное, мой третий, кстати, совет, когда будете учиться, вам будет, вам будет во многом недоокосовок. То есть у нас, ну, со скрипом у нас собираются все наши вечеринки, да, одногруппы. Потому что, ну, всех работают, кого-то уже семья, кто-то, кто-то не успевает ничего сделать, кто-то питон учит, потому что не сделал это или это. но мой вам совет обязательно выйдите вместе. То есть встречайтесь, уйдите вина и так далее. Потому что вы, да, вы выйдете, вы получите там корочку RASH или, как у вас было, корон RASH и будете с ней пойдете там в офферы много получать вот это устройство и сами будете что-то с ним даться. Это важно, важно. Но гораздо важнее получить круг общения. Потому что с этим кругом общения вы, ну, короче, все в этой жизни оно делается с кем. какие бы мы не были умные и гениальные мы одни ничего не обрались. Поэтому будете в одной группе обязательно сконнектиться, обязательно общайтесь, поддерживайте большие вопросы. Ну, наверное, так. В общем, все. Да, всем привет. Я сейчас рекортирую Сбербанкет, DGL, Capital Markets. Я вам получил вложение с кем-то и кем-то Марс Славович. Да, да, да. Когда я сначала начну, я работаю в Звере Capital Markets. Давно я получил ловь на трейдерах. А до этого я работал разработчиком тоже Capital Markets, но кто-то в The Office и делал эти программы для трейдера. Вы питали? В том числе и так. А здесь много вообще физиков можете пойти, что не читать, читать где-то 80% на трейдерах. Вот. У меня цель была поступить прежде чего? Чтобы сменить карьерный трек. Все удивляются, когда я говорю про кем-то работы до этого. До этого я работал в ядерной энергетике, то есть я окончил профессионный бус, профессионную кафедру и был научным сотрудником брусаном. А потом в Ростехноболии до 30 лет он давал лицензии на эксплуатацию этого в России. Ездил в коммунировки, в МГТ в Апске исполнял наши продукты, зарабатывал какие-то межные ротные инвентенты. Вот. В принципе, после окончания бусы я строил свой проект специально. Но я себя ощущал на своем месте и постоянно думал, что что-то не так, вроде все хорошо, вроде все-то не поможет. А после событий 22-го года мне стало понятно, что международное сотрудничество у нас начинало закрываться, особенно с такой индустрией высоко защищенной. Поэтому, в принципе, когда я принял решение, что я буду менять свою карьеру, я, в принципе, сделал правильное решение. и я находился в такой точке, что я не понимал, что я не хочу с ним что-то больше с бизнесом связывать. Я вот думал, наверное, консалтер, у меня есть научный программ, там это должно быть реализоваться. Или вот что-то с финансами. Мне интересно было финансы, я просматривался и заинтересовался количественным трейдингом, написанием стратегии, на которой меня с пиртоном оператором не было, и стал это изучать. И потом подумал, попробую я попасть на работу, планировать фонд, попробую там произвести семинары финансов в пиртоне, писать стратегии. Начал тоже смотреть вакансии и параллельно как бы думал, может, все-таки стоит поступить, получить какую-то базу финансовую. В итоге я подумал, что все-таки нужно получить базу финансовую, пошел поступать в рэш. То есть у меня была конкретная цель чтобы он был связан с финансами. Параллельно участию в рэш я отбирался на различные позиции. В основном меня интересовал трейдинг после всех курсов про древативы по основам финансов, потому что это определилось в научную программу, так сказать. Вот эти все уравнения, которые здесь сейчас говорились, были сложные, древатива нет, и все. было легко и близко. Поэтому я решил для себя, что я хочу попасть в трейдинг, в связи с трейдинг, стал подбираться туда, прошел много собеседований, несколько отказов, в итоге попал к этому задать мону. Моя цель выхлопнула была, рэш мне в этом помогло. Из этих знаний я точно туда не попал. Второй момент, как рэш мне помогал в работе. Я когда пришел опять же на разберки и стал разрабатывать продукты для трейдеров, я понял, что IT и бизнес не очень скоррелированы. То есть IT не очень понимает, что делает бизнес, и бизнес не очень понимает, что делает IT. И есть где-то блок посередине, я так понимаю, руководство, которое друг друга комментирует, но рядовые сотрудники, постировщики, ингенеры, они не очень понимают, что такое футов всего или какое-нибудь пациентное слово. А это все касается их работы, того, чего запустили. И вот так получилось, что я оказался благодаря рэш где-то времен посередине, потому что я понимал специфики бизнеса, эти торговые деривативы, и знал IT. я мог как бы оттрансферить то, что хочет бизнес, сказать то, что хочет IT, и сам при этом еще что-то сделать. Это выгодно отличило меня на фоне всех остальных, и благодаря чему меня пригласили в бизнес, в бестернице. И недавно мне сделали предложение перейти на бест, выиграли. А почему не остаться продуктов, наверное, каких-то продуктов? Потому что стык-то есть и бизнес, и технологии. Соответственно, продуктов это идеальное место такого человека. Согласен, но не хотелось. Офер трейдера видишь. Не хотелось. А что, да. А вы когда сейчас же это CIB вывышки? Да. Дело на самом деле не в офере, мне просто хотелось, ну, это, наверное, моя амбициозность, мне хотелось быть идеальным холям. IT это такой как офис, как тебе приходит заказчик, что-то просит. Мне хотелось быть заказчиком. Мне хотелось как бы говорить, чего я хочу. Давать какие-то задачи. Ну и соответственно, я стремился всегда на первую роль. И в трейдинге первая роль это бизнес. То есть в этом есть плюсы и минусы. Если какие-то я про это тоже расскажу. Это не всем подходит. У нас будет теория, да, есть доходность, соответственно, здесь выше риски. Более тяжелый так скажем сравнить с IT. но мне хотелось больше бизнеса. Поэтому я останется туда изначально. IT это был такой перелом момент, потому что я всегда получил оффер, а трейдинг оффер сначала не получился. Я хотел быть трейдером в сон, потому что мне понравились деривативы. Там позиция нет. Я получил оффер. Ну а потом недавно в вас и прием. Поэтому если здесь есть те, кто задумался о смене карьеры, как я говорю что это розмашка. Рэш в этом очень поможет. Я абсолютно уверен, что без этих знаний, ну просто я много собеседований проходил, и знаний, которые мне удалось, что фикс тинкан по деривативной мне очень помогло. В принципе все эти вопросы меня приняли все. Конечно там было что-то по математике, по программированию, люди спрашивали, кто знает, задачи найти, все это было. Но и было знание финансов, которое меня выгодно отличило на собеседовании, на программах. чего бы я хотел еще сказать, ну наверное как совет и какой плюс этой программы. То, что я знаю несколько кейсов на этой программе, когда люди например учались здесь, находились знакомства и создавались в стартапе. Им предлагали поднять раунды, а кто-то здесь занимался. То есть, если здесь есть кто-то, кто интересует с стартапами, хочет что-то создать, то если здесь тоже есть, это только за два года, которые я здесь учусь. у нас есть группа в Телеграмме с инвесторами, причем там не только рэшерсти. Ну этот вопрос даже не только на этот, можно через преподаватель, даже преподаватель что-то. Ну там предложить вот если хочешь, давайте это и история тоже есть. Поэтому мой совет, если вы можете ходить очень, ходить и очень, не помните себя и никогда не забывайте на домашние задания. Потому что это будет выгодно отвечать у вас и может, ну есть такой шанс, чтобы вы нахрон ваших успехов, вы получите какое-то уважение, которое может кардинально в вашу жизни. Можно я еще добавлю, потому что я и сказал на счет домашних гаданий и всего остального, что это важно прежде всего для того, чтобы персонализировать тем, кто с вами учится, с вашим коллегам, кто вы не мастер. Потому что в группе достаточно четко выстроилась иерархия, кто готов работать, а кто нет. Естественно, когда кто-то из нас будет что-то создавать, или на работе нужно будет кого-то порекомендовать, он будет не из тех, кто забивал и делал в скроме, тяп-ляп, из тех, кто все показал, продемонстрировал, реально важно. Вот вопрос к вам всем. Он нам на одном из первых сайтов показал, вот вы днем работаете, с 7 до 10 учитесь, ну и чуть-чуть по субботу. Это выглядит так лайтово, легонько. А вот на самом деле вопрос, помимо вот этих вот там лекций, или там, это только лекции, или это лекции и семинары? Не, 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 не. Вот как раз лекции, это вы прослушали, основная работа с работой с кем-то. Вот как раз вопрос, каков этот, по вашему опыту, объем вот этой работы дома, которое не вошло в этом, с 7 до 10 каждый вечер. Вы уходите с работы там в 5 часов, 3 дня в неделю учитесь, еще субботу. У нас так было. То есть вы приезжаете там в 10, пол 11 вечера, садитесь, ужинаете, садитесь, делаете до часу, до двух, домашку и еще на следующий день делаете, доделываете. Есть дедлайны, вы должны попасть в дедлайн, чтобы вам поставили определенное количество бабок. Выходные вы, конечно, учитесь. Вы опять в субботу учитесь, в воскресенье опять что-то делаете. И формат прям приклеенная попа. У вас нет времени просто там что-то не делать. Вы просто делаете это бесконечно. В течение... у вас есть отдых всего два месяца между двумя годами. Тогда у вас есть там возможность какой-то передохнуть. То есть реально еще 20 часов в неделю, это... у нас так было. А послушаем свежий взгляд. Да, может быть. У меня был опыт в питоне. Тяжелые задачи в питоне, где у меня были самые... Например, приезды недавно, на финансовом берегу. Там я вообще просто ночью спал. У нас что-то сделали. У меня там... А в питоне что сложнее? Там, условно говоря, какие-то классы? Или там какая-то была логаритмина? Какие-то там... Нет, это... Обход дерева двоище? Или там какого-то приведения матрицы к нормальному виду? Или что там было? Нет, нет, никакой жести не будет. Вот столько англова за ночь есть. И все. Больше. Но это стандартный такой, да. Снова. То есть питон как инструмент, а само задание другое. Если вы в начале обучения, если вы, во-первых, июль, август не прочитываете, вообще не получите питон, а во-вторых, в начале на первом модуле отнесете степляк, дальше у вас снежный ком начнет накапливаться, и вы будете спать. Вы будете... Последние модули все... Вам будет очень тяжело. Если вы подготовитесь, вы все сделаете, и с первого модуля начнете малоценно учиться, а не думать, ладно, потом учите. У вас будет все легко. Я прохожу за год эту программу, и у меня нет такого ощущения, что я не буду работать с ним. А я еще вспомнил, что многие берут много модулей сразу. Это и является ошибкой. Потому что люди не рассчитывают сначала на свои нагрузы, ну, то есть сколько они справятся с материалом. Не модули, а модули все стандартные. Курсы. Курсы, да. Соответственно, лучше в первые месяца брать немного курсов. Три-четыре. У вас два обязательных каждый модуль. И остальные дополнительные. И вот вы растягиваете на... Ну, вы в основном, наверное, на двухгодичную идете программу, а тот еще на трехгодичную. Соответственно, вы... Чтобы за два года пройти, вам надо где-то три-четыре курса заморозить. Ну, это три-четыре, соответственно, предмета пообязательных и один-два. Ну, больше четырех, вы видите, абсолютно. Я могу свой пример сказать. Я начинал с пяти курса, потом я побываю еще пять-четыре-две-два. Там и два. Потом новый год. Начинал с пяти курса, четыре, два, два, три. Ну, так, полу-три-двух. А вы хотите, в общем, я могу... Я могу... Так сказать, что... Денис, вы сказали, что вы учились с НИПИ. Вначале мы тоже с НИПИ. И вот на примере программ с Гетт-Магруза хотелось спросить, с какой вообще базе вы поступали? Потому что вот с НИПИ, например, вот он сейчас с НИПИ. Я считаю, что английский язык НИПИ достаточно слабоватый. Интересно, вот как... Я вот не знаю, как вы в университетах, как вы поступали, и вы везде, если вы не получили. По поводу английского, да. Я не фигуру. У меня английский учился в ТАСАУ. И в этом долго, и уже после в ТАСАУ, занимался с НИПИ. Это было непривязано к КРЭШу. Просто я начинал с НИПИ работать. А я просто три раза в неделю я встречаюсь, просто что не поддерживаю. И плюс мне по старой работе еще не финансовая родилось ездить в обычный фондоверку с удерживаниями. Налаживать контакты, называть наши продукты. У меня была не нулевая база в английском. Единственное, то, что в экзамене в английском у меня были, можно сказать, гораздо сложнее, чем я делал. Я написал его хуже. Вот эти алина, я написал его похоже, чем он. Ну, как раз. А в городе сколько делаешь? Ну, опять же, я несколько лет работал в международных компаниях, основной язык английский. Я написал на чесле пять баллов из десяти. То есть опыт как бы ежедневно английский с коллегами, переписки, общение, разговоры, обсуждения, защита проектов. В английском когда я общался на картере, английский был тяжелый. Действительно. То есть там не то, что вы можете разговаривать, не разговаривать, есть какие-то нюансы. Книги, весь учебный материал на довольно высоком уровне. То есть я могу продолжить. У меня заняло полтора года, по два часа в день с пяти в почти с нулевой базы. И я готовился к джеману. И это мне довольно высокий уровень. джеману сложнее было? Сложнее, да. Но этого было недостаточно, потому что мне было очень тяжело. Потому что одно дело грамматика и чтение литературы, а второе дело это что лекция, часть лекции ведется на английском. Только первый, ну по крайней мере первый месяц у меня был такой языковой барьер. ты пол лекции не мог пытаешься книгнуть, что говорили. Давайте. Потом въезжаешь и уже как бы по английскому начинаешь учиться. И иногда это становилось все-таки проще, чем даже на русском. Ты обникаешь, а весь материал книг на английском мире просто на занятиях повторяешь. Я могу здесь дать совет для тех, кто переживает по-английскому. У вас будет две опции слушать онлайн и ходить очень быстро. Если курс на русском еще ладно можно нормально послушать, но на английском мы только очень ходим. Если у вас не южный спикереж, то далось большую связь. Я для себя один раз ходил онлайн на английском не забыл комментировать. Он не забыл комментировать. не забыл комментировать. У меня, кстати, был другой опыт подготовки. Я достаточно выступить, всегда принимаю решения. Если я что-то решила, то я примерно за месяц готовила на английский и на математике. Где-то я в конце апреля решила, что я поступаю. И, соответственно, когда в июне в середине был экзамен, месяц небольшой. Но у меня была хорошая база математики. У меня физфак все-таки за плечами беру. Ну, неплохая, скажем так. И, неплохая база на английском. Все-таки у меня был сертификат. Я не сдавала никогда всякие в ИЛС. Я сдавала это в FCE. Ну, типа, FCE есть вот эти... Финансовые? Нет, нет. Английские, просто они кембриджские, вот эти вот, FCE. Там есть сертифики от English и там advanced, там сертифики. Вот у меня был на тот момент FCE уже, поэтому какие-то знания у меня были получены. Остолоченные. Кстати, что плюс это сертификат безрочный. Ну, отмечает у меня где-то полтора месяца заняло. Но я так занималась преподавателем с другом семьи, скажем так, просто он математику напомнил, какие-то, потому что он преподавал в университете, там, матрицы, тифуры, там, и много как-то, ну, по вершкам прошлись. То есть, ну, в целом все реально. А можно? Я полагаю, может быть еще, потому что уже время идет, может быть, нет великолепных был. Я хотел спросить, можно ли вы рассказать о том, что это сфере? Да, можно. Ну, Человек прошел очень серьезно, он же матка, полтора годов. Можно сильно сократить аллитику? Если разрешать, я скажу, как? Анна только что сказала, что экзамен не меняется годами. Вы берете просто аллитик титра, берете экзамены предыдущих лет. Вынимаете все темы и изучаете эти темы. Ну, так там пять тем всего было бы, пять. Не пять, больше. С репетитором? Я вот тоже готов. вопросом. решайте старые занятия. Это как тематику. Дробные степки, логарифмы, сервер, линейное уравнение функций их отображения и, в принципе, и все. Я сейчас уже не помню, но... Ну, вот 0.5 вот это был истинный набор. Вы просто вынимаете, с репетитором проходите, эти темы знаете, с школы, с института, спокойно задаете. Но английский сложнее. это вот уже либо заниматься, если у вас это, или нет. Да. А в игре есть время там? Сколько лимитировано? Там по полтора часа, а по часу двадцать. Да, там получается много несложных заданий. То есть нужно соревноваться, соревноваться в форматах. 35-40 вопросов и полтора часа. То есть там из них ты там 20 отвечаешь за 15 минут, но всеми остальными ты или святой рандом, или думаешь. Нет, но у нас крупные действия, которые готовят шлаф дома. Нет, таких много. Я говорю, есть сильные. Я попробую, как-то на удачу, но удача не получилось. Слушай, давайте соберем еще несколько вопросов. Кстати, хотела добавить про ФРМ, что я после Рэш прямо через пару месяцев ФРМ, первая часть. А что Ко ФРМ? Финэншл Риск Мэнеджмент, это международный сертификат, ну типа CFP, я только в Риск Мэнеджменте. Впрочем, я просто первую часть пришла, сдала. Я не готовила. Вторую часть пришлось подготовиться. С первого раза наш Рэш не получил. Рома у нас сдал три экзамена по 50 лучших и, что я, 12 сертификат. тоже на Рэш, да? Да. Да. Да, вот там. Идеальный. Так, ну что, давайте еще вот несколько вопросов, которые будут. Можно, под форум скорее к вам, а вот сама, самоубычнее, в Рэш, не кто-то сканчивает, с какой-то написанием написания, с первого раза. Смотрите, но у нас сейчас нет обязательного написания, если я сработала, но если вы хотите, то есть я, что-то купить. Слово можно. А еще вопросов нет, там вот на сайте указано, что можно курсы института Риги брать. Да. А вопрос, вот там есть семестровые, да, как они? Ну, я не помню, как мы считаем. По-моему, только один, только два, два, три, и два, что-то, да. Да, в институте Риги есть такие, сколько личных курсов. Да. Да, то есть вы можете взять на матер-курсы по АТАМ, изучить все равно. Как это? Да, ну что, есть какие-то еще вопросы, или я предлагаю закончить эту формальную часть и просто потом неформально задать вопросы всех и нашим ученикам, и студентам, и нашим сотрудникам. Это шампанское. Хорошо, я знаю, шампанское. Ну хорошо, спасибо большое. Давайте поздравим эту историю. Ну, в плане всех вы проорачиваете, все про них, так что я надеюсь, что у вас сложилось хорошее впечатление вообще о том, что такое программа, что за люди у нас здесь не представляют, не работают, не учатся. так что, так что, наверное, как-то так. Все, тогда формально заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok